Александр Шишковчук Глава первая Наверняка любому из нас доводилось бывать жертвой обмана. Трудно не согласиться, что обидно и горько, когда приходит осознание разводилова. Да что тут говорить, наебывают везде, где только можно, начиная с момента, когда речевая функция инсталируется в мозг. Двухлетнего карапуза пугают бабайками и льют в уши сказки про Деда Мороза. Лицемерие встречает нас в детском саду и разворачивается во всей красе в школьных учреждениях. Стоит ли удивляться, что все вокруг стремятся наебать ближнего своего? Наебывают правительство и СМИ, наебывает начальство зарплаты, наебывают шабашники-гастарбайтеры и продавцы в интернет-магазинах. Наебывают налоговые судебные приставы, списывающие деньги с карты за несуществующие штрафы. Глобальная сеть наебалова окутала планету своими скользкими щупальцами, удушая в корне светлые порывы отдельных индивидов. Я не ощущал горечь или обиду, в сердце полыхала испепеляющая злость с турбонаддувом клокочущей ярости. В самую последнюю очередь ожидал я подставы от собственного мозга. До боли я сжимал телефон лишь с одним желанием. Услышать хруст пластика и микросхем, увидеть трещины на сенсорном экране. Но прокачанная мускулатура осталась в том дурацком сне. В мозгу раз за разом прокручивался недавний разговор. «Алло, Вован, ты где, дружище?» Прокричал я, когда длинные гудки оборвались с установкой связи. «Ты где, блядь, на самом мне? Хе-хе-хе!» Гнусава верещал чей-то паскудный голос. «Вован?» «Вован, еблан, с тобой базарит колян!» «Позови Вована, придурок!» «Спасибо, потом прости!» «Слышь, гнида, ты как разговариваешь?» «Меня взорвало!» «Говори адрес, псина, приеду на куски порву!» «А-а-а!» И бросили трубку. «Значит, мне все приснилось, если вместо грохочущего баса десантура я услышал какого-то чепушилу!» «Я закурил, стараясь унять жесткое бешенство!» «Может, не тот номер набрал, ошибся с цифрами?» «Позвоню еще раз!» «Если снова попаду на того засранца, скажу ему пару ласковых!» «Но во второй раз никто не поднял трубку!» «Проклятие!» «Спокойно, Санек!» «Холодный расчет и контроль эмоций — одно из правил настоящего выживальщика!» «Я упал на ковер и начал серию яростных отжиманий!» «Блин!» «На десятом разе руки подкосились и я треснулся мордой о пол!» «Ты никакой не воин апокалипсиса!» «Тебе просто сорвало кукушку, Санек!» «Получается, надо идти к мозгоправам!» «От одной мысли меня передернуло!» «Как-то не хочется угодить в дурку, где меня обколют галлоперидолом, наденут смирительную рубашку и закроют в комнате с мягкими стенами!» «Нет уж, лучше погуглить свою проблему, поискать что-нибудь на ютубчике!» «Но это потом, а сейчас нужно поспать, ведь завтра на работу!» «Только-только закончился испытательный срок!» «В конторе мне все нравилось, я рассчитывал сделать мощную карьеру, но сейчас мысль о том, чтобы пахать на расхитителей народного хозяйства и грязных извращенцев, не вызывало ничего, кроме тошноты!» «Нахрен этого Садковича! Что я не смогу заработать денег другими способами?» «Пока нет стопудовых доказательств моего безумия, будем считать воспоминания реальностью!» «Ох уж эти шаманские шуточки!» «И теперь нужно начинать все сначала!» «Строить схрон, затариваться патронами, тушенкой и снаряжением!» «Теперь, когда я знаю будущее, подготовиться можно гораздо эффективней!» «В первую очередь нужно задуматься о местоположении нового убежища!» «Мне вовсе не нужны в соседях недобитые фашисты, пиндосы или поехавшие селяне!» «Тем более весь район рано или поздно накроет стратегическим ядерным ударом!» «Надо подыскать местечко понадежней!» «Где-нибудь в Сибири за тысячи километров от ближайшей населенки!» «Конечно, организовывать укрытия там будет гораздо сложнее, но ведь у меня еще куча времени до часа икс, осталось только найти финансы!» «Средств от продажи бабушкиной квартиры и дачного участка явно не хватит!» «А лучше отправиться на тропический необитаемый остров, который не затронет ядерная зима!» «Меня даже подбросила! Шикарная идея!» «По-любому в Энете должна быть инфа о таких островах!» «Давное, чтобы было побольше вооружений и боеприпасов!» «Ну, если нападут какие-нибудь пираты!» «И найти посудину, которая доставит меня туда!» «Сколько же на это все потребуется бабла!» «Я дал себе задание на ближайшие дни собрать максимум информации по этому вопросу и прикинуть бюджет!» «Ну и, конечно, я разыщу всех, кто мне дорог, и мы организуем небольшое поселение!» «Лену, Валеру! Он ведь сейчас жив!» «Егорыча и десантуру!» «Убедить их будет непросто!» «В этом времени они еще не знакомы со мной, но я постараюсь!» Приободрившись новыми планами, я завалился в постель и еще долго ворочался, то так, то этак прокручивая в голове различные ситуации. Проснулся внезапно от резких звуков. Рука рефлекторно метнулась под подушку, чтобы выхватить револьвер. «А, блин! У меня же нет оружия!» «В этом времени я наивен и беззащитен, как ягненок!» Сощурившись от непривычного солнечного света, я подошел к окну и закрыл створки. Противный вой чьей-то сигналке стал тише, но звуки города, машин, вопли детей на улице и возня соседей за стенками вызывали тревогу и раздражение. Я отвык в северных лесах от всего этого дерьма. Вновь подкрались панические мысли о нереальности того, что произошло со мной. Тем более при свете дня эти воспоминания поблекли. Мне стоило серьезных усилий, чтобы восстановить все детали, вспомнить цепь событий. Киборг Стас Михайлов. Ну, бред же! Блин, шаман ведь не предупреждал про такое. Я похолодел от одной только мысли, что все забуду и вернусь к нормальной человеческой жизни. А может записать то, что было? Я ведь хотел написать книгу. Точняк. Бросившись за комп, я сгреб со стола пивные банки и открыл блокнот. Несколько минут тупо сидел, уставившись в пустую страницу. Как же пишутся книги? С чего начать? Так, художественные достоинства не важны. Мне просто нужно зафиксировать все события. За пару часов я накидал подробный план. С улыбкой посмотрел на сотни аккуратных строчек. Прямо дневник выживальщика получается. Мне даже понравилось записывать. А что, если и в самом деле написать книгу? Даже ладони вспотели с этой мысли. Это же будет бестселлер покруче метро 2033. Вот и деньжат заработаю на новое убежище. Но успею ли за два года? Да по-любому. Вон уже сколько нафигачил. В горле пересохло. Поднявшись из-за стола, я направился на кухню. Заглянул в холодильник, грустно покачав головой. Как я мог быть таким незапасливым? Пустые полки, лишь две банки пива одиноко пялились на меня. Надо совершить вылазку для пополнения запасов. Сделав мысленную пометку, я прихватил баночку и вернулся за комп. Задумчиво прихлебывая пивас, я глядел в открытый текстовый документ. Книга, книга. Надо бы придумать название. Долго ломать голову не пришлось, пальцы сами отторобанили по клавиатуре. Схрон, дневник выживальщика. Эх, зашибись. Открыв окно, закурил, отхлебнул еще пивка и принялся печатать. Вот это кайф. Че я раньше этим не занимался? Ничего же сложного. Сощурившись от дыма, заценил первый абзац будущего мирового шедевра. Я сидел на крыльце своего схрона и курил горькую слежавшуюся сигарету. Мне было одиноко. Жестокой стеной чернел окружающий лес. Как далеко я в него забрался. С пригоркой открывался хороший вид на просторы тайги. А над горизонтом горело зарево ядерных взрывов. Ништяк, вообще огонь. В этот момент желудок обиженно заворчал. Ладно, вечером допишу. А сейчас пора на вылазку. Творчество нехило так разбудило аппетит. Я заглянул в шкаф и с отвращением поглядел на свои шмотки. Джинсы, брюки, рубахи. Че за херня? Сделал пометку раздобыть себе что-нибудь тактическое. Горку там, разгрузку, берцы, термобелье. Одевшись в джинсы, толстовку и кроссовки, я прошел в прихожую. Мой взгляд метался по вешалке в поисках верной сайги, которой, конечно же, нет. Инстинкт параноика сопротивлялся безумной затее отправиться в рейд безоружным. Может взять топор? У меня он пылился в кладовке. Но нет. Это может привлечь нездоровое внимание мусоров. На кухне я скептически перебрал кухонные резаки. Наконец, в глубине столовой ящика отыскался откидной нож. Ерунда, конечно, но хоть что-то. Я сделал третью пометку – раздобыть оружие как можно скорее. Не факт, что оно понадобится мне прямо сейчас, но душевное спокойствие дороже. Внезапно завибрировал телефон в кармане. Кому и чё надо от меня? А вдруг это Вован? Однако на экране грозно мигал рабочий номер. Потеряли уже, суки. А вот хрен вам. Я вырубил звук. Интересно, сколько у меня лаве. Я взял с полки лопатник. Блин, всего три косаря. На оружие не хватит. Чисто на продукты первой необходимости пивас и сиги. Хреновато. Может, рано я завязал с наемным трудом. Может, стоило дождаться зарплаты с премией? Когда ещё я допишу свою книгу? Пофиг. В конце концов, раздобыть в городе немного лавандосика гораздо проще, чем выследить хитрую дичь в заснеженной тайге. Что-нибудь придумаю. Глубокий вздох. Рука стиснула рукоять ножа в кармане. Щёлкнул замком. Секунду помедлив, я силой натянул капюшон толстовки и шагнул за порог во внешний мир. Десантура. История первая. В магазин сходи, Вов. Накуя, бля? Хлеба дома нет, и колбасы, и сахар заканчивается. А ещё? Вован повернул голову и посмотрел на Зинаиду мутно-тяжёлым взглядом. Подруга невысокого роста Шатенко с наглыми глазами сбилась на секунду, но тут же затороторила с пущей силой. Три головки чеснока, пачку спагетти, сыр, молоко, овощи к чаю, печенье или пирожные, пачку прокладок. Чё, ёбнулась, на? Усмехнулся десантник, не поднимаясь с дивана. Сама свои затычки покупай, епте. Сам ты ёбнулся, целый день на диване сидишь, хоть бы чего полезного сделал. Ладно, прокладки сама куплю, но хлеба дома нет. Я кино смотрю, сука, не видишь на. Заебало пиздеть, отстрочи-ка лучше. Он приспустил широкие семейники. Что? Сейчас сам не отстрочишь, ты свою девятую роту в десятый раз смотришь, а дома даже хлеба нет. Щёки её пунцово полыхали, руки упирались в пышные бока. Да проще маджахеду убедить сложить оружие, чем спорить с Зинкой. Вован скрипнул зубами и выдал крайний аргумент. Если в магаз пойду, могу нахуячиться, не боишься, ёб? Я тебе нахуячусь, я тебе так нахуячусь, голосила женщина. Ты же обещал, что больше не пьёшь и что на работу устроишься, на бухлот и больше от меня не получишь. Вован приподнял ногу и презрительно перданул в диван. Бля, заебал она, щас скажу, ёбта, только затнись уже. Десантник натянул штаны и протопал в прихожую, влез в растоптанные берцы. Бабло давай, ёбт, сказал он, накидывая кожаную куртку. На! Зинаида протянула пятихатку. Только попробуй водку купить. А чё такого-то, на? Решил подъебнуть Вован. О чём в следующий момент люто пожалел, как ударная волна от взрыва фугасной миды на него обрушилась лавина четырёхэтажного мата. Так не ругался даже старшина Филипенко, известный в полку развратник и матершинник. Вован поспешил покинуть простреливаемую позицию, отсекая дверью источник раздражения. Сунув пятихатник в карман, он пошёл вниз по лестнице. Теперь намерение приговорить литруху приобрело отчётливые очертания. С деньгами действительно был нефиговый напряг, но на его карте ещё болталась пара косарей. Остатки командировочных. Работа. Ну и она, и шачить на стройках с этими черножопами всегда успеется. Может, снова Сирию заявку подать? Бля, ну уже было четыре отказа. Или второй раз на Донбасс рвануть. Там платят, конечно, не шибко много, зато войнуха веселые, ребята хорошие. Хотя он с большим удовольствием пострелял бы в чуркобесов из ИГИЛ, чем в братьев славян. Спустившись вниз, Вован достал пачку, сунул в рот сигарету и остановился у двери подъезда в поисках зажигалки. «Шо, ну как ты спала-то, Ильинична?» Послышался из-за дверей старушачий голосок. «Та совсем не спала, Никулишна. А чего ж так? Разве шуснёшь? Энт-то ты, родхахальзинькин, всю ночь опять хайлал проклятый. Снова нажрался, что ли?» «Эх, он три дня уже не пьёт, говорят, завязал. А чего ж тогда орёт? А он, ВДВшник бывший, горят, на войне-то дураком стал. Ох, беда, беда. А чего участкового-то не вызываш? Дык, вызывало, как не вызывало-то. Они с участковым и пировали аж целую ночь. Зинька-то на смене была. Ох, беда, беда. Вован пинком распахнул дверь и в развалочку вышел на крыльцо. Старушки замерли на скамейке, превратившись в изваяние с острова Пасхи. Задумчиво почесав яйца, десантура в два затяга добил сигарету и стрельнул пальцами окурок прямиком в клумбу. «Здоров, Пенсия!» – зычно гаркнул он. «Как здоровиться? Давно с лестницы не падали, а?» «Ступай от седого, балдогурт! Антихрист проклятый! Житья от тебя нет! Опять пойди за водкой, побежал алкашина! Чего зыркаешь? Вот я милицию-то сейчас вызову!» Смачно сплюнув на асфальт, Вован прошагал мимо. Бабки бесили еще больше, чем Зинка. Желание нахуяриться усилилось на порядок, вместе с желанием дать кому-нибудь пиздюлей. Неважно кому. Он залез в свою серую с бутонами ржавчины девятину и повернул ключ зажигания. Взревел мотор, когда десантник отпустил сцепление и дал полный газ. Пронзительно завизжали пятнадцатидюймовые шины. Рыдван с грохотом спрыгнул с тротуара, оставляя у подъезда облако вонючего черного выхлопа. Вован медленно шагал между продуктовых рядов магнита. В корзинке одиноко лежала буханка хлеба. Что там еще назаказывала Зинка, он не помнил. Да и похуй! Ублюдки-охранники не сводили с него тревожных взглядов, перешептываясь по рации. «Крысы ты ловы, бле!» Хотелось плюнуть, но он сдерживался. Десантник направился прямым ходом в алкогольный отдел. «Ебись оно все конем! А чтоб Зинка не орала, куплю я винище! Если в залупу полезет вредная баба, завтра же можно отчалить на Донбасс!» Уложив в корзинку литровый флакон и коробку вина, Вован немного подумал и догрузился несколькими банками охоты крепкой. «Заебись за пиво, на!» Прихватил по пути на кассу пару упаковок пельменей. Жалобно скрипнула подвеска, когда Вован прыгнул за руль, прибавил громкости на магнитоле, включился и заиграл диск солдатскими песнями про Чечню. Свинтив пробку, десантник приложился к бутылке, вливая в себя оглушающую горечь. «Заебок!» Закрыв водяру, он закурил и распечатал пиво. «Намасток! Намасток!» Неслось из стареньких колонок. «Дембелей у дверей командиры обнимают!» Подпевал Вован. «Ну, прощай, конкала!» «Ну, выстрел за горою! Никогда! Никогда! Мы не встретимся с тобою!» Проходящая мимо мамаша с ребенком испуганно шарахнулась в сторону. «Не сты, красавица! Айда под везуна!» Крикнул десантура. Но та лишь ускорила шаг, нервно оглядываясь и прижимая к себе малыша. Вован хрипло рассмеялся. Смяв пустую банку, швырнул на потрескавшийся асфальт стоянки. Распечатав еще одну, он вырулил со стоянки и поехал к дому. «Как же заебал этот город!» Если б не та паскудная история, когда его лишили офицерского звания и попросили, да чего уж там выпнули из рядов, он бы сейчас ебашил чучмеков под Пальмирой. «Ну, заебись, что не закрыли, как того же Буданова на...» «Ну, нахер опять это вспомнил, блядство!» Он в сердцах ударил по баранке, не обращая внимания на расплескавшееся пиво. Машина вильнула, слева отчаянно засигналили. «Че надо на?» Догнав, с ним поравнялся серебристый крузак. Из открытого окна высовывалось дерзкое рыло и что-то орало. «Иди нахуй!» Ревел Вован. «Охурел, сука, Буки Баный!» Джип совершенно хамским образом прижимал к обочине. Вова ударил по тормозам, вздымая тучи пыли. Крузак наискось переградил выезд. Десантура ухмыльнулся и вытащил из бардачка трофейный ПМ. Дослав патрон, спрятал ствол во внутренний карман кожанки. «Да ебата, бля! Хоть не скучно, день пройдет, на!» Поигрывая мышцами, он вылез из машины. Из крузака высыпались четверо крепких парней при блатненной наружности. «Эй, ты хуй путала! Ты чё так ездишь? Ты чё нахуй часа все попутал?» Сип лобоковал самый мелкий из них. «Хуй из их жопу засунул, быдло!» Вован радостно улыбнулся и отвел в сторону полукуртки. «Ну чё, ребятишки, будем пиздеть или постреляемся, на!» Друзья, важная новость от Александра Шишковчука, автора «Схрона». Готовится к изданию в печатном формате вся трилогия «Схрон. Дневник выживальщика». Твердая обложка, иллюстрации, а также не вошедшие в основной сюжет истории персонажей. Ну и, конечно же, автограф автора. Книги увидят свет в мае, а пока открыт предзаказ. Подробнее по ссылке в описании. Глава вторая На крыльце я с трудом подавил желание метнуться за ближайшие укрытия, клумбы и зелёные насаждения. Звуки города и головокружительные запахи лета ошеломляли мой привыкший к ядерному холоду мозг. В этом времени и месте у меня ещё не было ни машины, ни оружия. Я словно персонаж нулевого уровня. Фигня, знание и опыт всё равно при мне. Скоро всё наверстаю. Снова звонили с работы, я скидывал. Мои пока ещё не особо крепкие ноги уверенно шагали в сторону магаза. Грёбаный телефон. Может, выкинуть его или продать. После БП я прекрасно без него обходился. Заебали. Чем от меня надо? Я сбросил и заблокировал номер. Меня, пережившего ядерный апокалипсис, больше не волновали глупые условности общества. Другими словами, забирать трудовую книжку и писать заявление на увольнение я не собирался. В ЧС и нахуй. По пути к магазу одолевала паранойя. Казалось, будто бабки на лавках внимательно провожали меня полными подозрений во всех грехах человечества взглядами. Я словно пробирался по вражеской территории, где все опознавали во мне чужака, пришельца из будущего. Спокойно, Саня. Ты просто отвык от людей. Здесь нет опасности. Не знаю, не знаю. Полностью спокоен я буду лишь в своем новом убежище, запрятанном как можно дальше от глаз людских. Я вспоминал свой уютный схрон и грустно вздыхал. Даже нож в кармане не успокаивал. Надо было хоть заточить его. Где твои мозги, Саня? Закурив, я прошел на детскую площадку в одном из дворов. Ништяк. Никого нет. Присев на край песочницы, я отыскал подходящий камушек и принялся править лезвие. С каждым снятым микроном дешманской стали мои нервы успокаивались. Порядок. Я сделал пару выпадов прямым и обратным хватом. Хотел метнуть в дерево, но появились две мамаши со своими спиногрызами. Испуганно переглянувшись, они поспешили ретироваться. Бля, меня уже принимают за психа. Перепрыгнув в небольшой заборчик, я бежал между металлических гаражей и сарайчиков. В этом лабиринте легко укрыться, если те сучки вызвали наряд. Через минуту закололо в боку. Я остановился тяжело дыша. Кровь, словно мудак-сосед, затеявший ремонт, колотилась в висках. Моя прыть неутомимого сайгака осталась по ту сторону апокалипсиса. Придется снова заняться тренировками. В этот момент справа раздалось нездоровое рычание. Огромная дворняга, вздыбив шерсть на загрифке, скалила пасть в трех метрах от меня. Тихо, тихо, песик, спокуха. Моя рука потихоньку ползла в карман. Нормальный зверь, кило на двадцать. Мяса хватит недели на две-три. Ай, шкуры сделать унты. Собачка, видимо, что-то прочла в моем взгляде. Затявкала, но уже не грозно, а чисто так для понта. Я сделал шаг, она отступила. Внезапно из-за гаража налетел мужик, широкий, плотный, руки в солидоле. «Граф, граф, ко мне! Ты чё разлаял?» Мужик осёкся, увидав меня. Хорошо, я не успел выточить нож. А может, и зря не достал. Потому что этот мудак сходу начал бычить. «Ты кто такой? Какого хуя здесь лазишь? Ты гаражи вскрываешь, сука!» С каждым словом амбал распалялся всё больше, при этом толкая меня в грудь. В голове мелькали разные варианты. Выхватить нож, уничтожить неприятеля. Силы неравны, убежать. Я выбрал третий, дипломатичный. «Ты чё, дядя, бензина обнюхался?» При этом я выпрямился, стараясь быть вровень с этим кабаном. «Пассать зашёл просто, а твоя шавка на меня чуть не набросилась. На цепи таких надо держать и в наморднике. Может, она у тебя бешеная?» «А не она, а он!» Орал мне в лицо мужик. Походу, он здорово поддатый. «Граф, это кобель! А ты, сучий потрох, значит, гаражи наши обсываешь? Так, так, так!» Он сгробастал меня за ворот. «А ну-ка, пойдём, пойдём, ссыкун ебаный! Расскажешь всем нашим с кооператива, зачем превратил, бля, их гаражи в сортир!» Вот падла испачкал мою джинсовку, а я не люблю такого хамства. Резко крутанувшись на носках, я послал мощный, как баллистическая ракета-сатана апперкот. Хватка ослабла, бык мотал башкой. «Граф, не переставая, тявкал на безопасном расстоянии. Я подпрыгнул и выстрелил пяткой в широкий грудак. Бадамс!» Туша массивно впечатала стенку гаража, что ашпагнуло. «Да, навыки бойца при мне, но мышцы ещё не помнят нужных движений, рефлексы пока не выработаны, целился-то я в рыло. Хотя тоже неплохо, жердя повержен, хватает воздух пастью. Я не стал добивать и обшаривать в поисках добычи, повернулся, собираясь слинять. В этот момент псина пошла в атаку. Пришлось подхватить кусок кирпича. Правду говорят, что собаки умные, почти как люди. Угроза выхватить пиздюлей на пару с хозяином остановила шавку. Поджав хвост, чтобы жидко не обосраться, граф дал стремительного, как речь малахова-стрякача. «Гриня, Гриня, ты куда пропал?» Раздались крики за гаражами. Блин, друган этого мутанта. Я запрыгнул на кожух, закрывающий замок на воротах, ухватился за козырёк и с трудом подтянувшись очутился наверху. И как проворная саранча помчался, перепрыгивая с крыши на крышу. Мышцы и связки отзывались болью во всём непрокачанном теле, но мой неустрашимый дух был рад подобным тренировкам, чертовски близким к грядущему большому пиздецу. Вскоре голоса и лай остались позади. Как тарзан я перескочил на ближайший тополь и, чуть не наебнувшись, спустился на землю. Отряхнулся, быстро стреляя своим хищным, как молния, взглядом. Угроза миновала. Выскочив из тихих дворов на оживлённую улицу, я постарался слиться с толпами прохожих. Люди двигались по своим делам, болтали, смеялись, базарили по мобильникам. И только я был в курсе, что через два года они все станут радиоактивным пеплом, а выжившие будут мочить друг друга ради куска мороженой рыбы или за гор семок. Возле магнита снова затрещал сотовый. Ах, номер скрыт. Брать, не брать трубку. Если с работы, просто пошлю нахер этих тварей. «Алло!» – резко крикнул я. «Здравствуй, Сася!» Раздался хриплый гортанный голос. «Чё надо?» «Эй, ты почему не на работе, а?» Внезапно я понял, кто мне звонит. «Умар!» В памяти всплыла картинка, разрываемого на части медведем наглого чечена. «Ты как разговариваешь? Для тебя, Умар, вахидыш, эй, ты где же есть? Почему сотовый не отвечаешь?» В прошлой жизни я бы, может, очканул и начал бы оправдываться перед начальником службы безопасности, но не теперь. Я больше не работаю. «Ты что такое говоришь, эй, пусть хочет видеть тебя, Сася, не расстраивай его». «Я же сказал, отъебитесь от меня, всё, я уволился». «Приезжай в контора, скажешь это лично Вениамину Садковичу, он хороший, уважаемый человек. Тебе хотел задание поручить, важная жизнь». «Да нахую я вертел вашу контору и лично Вениамина Садковича?» С усмешкой ответил я. Из динамика слышалось грозное сопение. «Блин, походу это перебор. Они же знают, где я живу». «Бегите, сука!» Произнес, наконец, Умар. «Пошёл нахуй!» Я решил остаться твёрдым в своих решениях и бросил трубку. Чуть помедлив отключил телефон. «В магаз заходить не стал, сейчас мне требуется оружие. Не то, чтобы я боялся какого-то чучмека, тот обычный бандос, таких я пачками валил после БП. Но подстраховаться не повредит. Зайду-ка я к Михеичу, это знакомый мусор. В прошлой жизни он подогнал мне осу, значит и в этом варианте событий не откажет. Конечно, это детская пукалка, даже по сравнению с Айгой. Да только моих финансов хватит лишь на резиноплюй. Впрочем, против тупого чурбана это более чем достаточно. Я ведь провоцировал его не просто так. Я знал, что сын Гор не потерпит такую обиду. Ничего, пусть приходит. Не могу дождаться момента, когда заберу, наконец, свой револьвер». Десантура. История вторая. «Тебе хана, гнида!» Жалобным голосом кричал бычок, глядя на простреленную шину крузака. «Тебе ж закопают! Лучше сразу вешайся! Здоровьем, бля, ответишь за такую хуйню!» Вован криво усмехнулся и выстрелил по второму колесу. Крепыш отшатнулся. Трое его друганов переглядывались, медленно отступая к машине. На тысячи осколков разлетелось заднее стекло внедорожника. «Уебывайте, ёпта! Разрешаю, на!» Рокотал десантник, не опуская ствол. Упрашивать козлов не пришлось. Тут же попрыгали в свою тачку, только пыль взметнулась из-под кроссовок. Высекая искры, джип пулей стартанул и вскоре скрылся из вида. Прикурив, десантник спрятал ПМ во внутренний карман. Вован огляделся. Редкие машины всё так же пилили по дороге. После горячих точек Вован всегда долго привыкал к равнодушию и пахуизму мирняка. Но сейчас это было только на руку. Быстро подобрав гильзы, он вернулся в тачку и надолго приложился к пузырю. «Бля, нах было доставать оружие! Что с ним творится? Он же просто хотел сломать несколько ебальников! Нездоровая хуйня!» Лучше убрать ствол подальше. Пистолеты обоим отправились в багажник под запаску. Патроны высыпал в подлокотник. Заебца! Теперь хоть никого не пристрелит ненароком. Сделав музон погромче, он тронулся дальше. Домой не хотелось. Лучше покататься по району, допить водяру. В принципе, можно будет взять еще. Что-то в этот раз литруха почти совсем не шибала по мозгам. Неспешная поездка была прервана неожиданным образом. На перерез выскочил депос, заливая свистком и размахивая полосатой палкой. На обочине гаишная машина с ключными мигалками. Возле нее второй мусор передергивал затвор АКСУ. Все это Вован отметил наметанным взглядом в долю секунды. Вздохнув, он дал по тормозам и остановился. Оба мента направились к девятке. Один встал чуть подаль, нацелив автомат. Второй наклонился к водительской двери. Десантура покрутил ползунок, уменьшая рев колонок. «Здоров, Михеич!» Он пожал ладонь через окно. «Че, как дела на?» «А, это ты, Вовчик!» Облегченно вздохнул дорожный страж, снимая фуражку и утирая пот с лысиной. «Да в порядке, жалуются тут на тебя люди!» «Это че, те шакалы на крузаке, что ли?» Заржал Вован. «Так точно!» Михеич повел носом. «Опять перуешь, Вова!» «Да так, пригубил малюха!» «Инка, сука, заебала, на!» «Эх, Володя, оформил бы я тебя по полной программе!» «Я помню еще, как ты наш взвод вытащил в Грозном!» «А, твоя махра тоже тогда выручила знатную бригаду нашу!» «Михеич, а помнишь Коляна?» «РПГшника?» «Да, хороший был парень!» «А ты помнишь старого?» «Конечно, Коль!» «Че давать за ребят?» Вован вытащил из-под куртки флянц. Михеич, обернувшись, махнул рукой напарнику. Тот отправился обратно к луноходу. «Держи, братка!» «Ну, за пацанов!» Михеич сделал добрый глоток и вернул бутылку. «За пацанов!» Вован тоже отхлебнул и грустно побулькал остатками. «Не хулигань больше, Володя! Ладно, моя смена сегодня!» «Постараюсь, Коль!» Усмехнулся десантура, заводя мотор. «Забрать бы у тебя права!» «Ты знаешь, у меня их нету, Йоц!» «Да знаю, знаю! В баню ты идешь в пятницу?» «То бишь двадцатого?» «Конечно!» «Ну, счастливо!» «Давай покидывай, Михеич! Супруге детям привет!» Девятка рванула вперед. В зеркале заднего вида старый сослуживец качал головой. До позднего вечера он колесил по Петрозаводску, избегая выезжать на центральные улицы. Ездил по дворам и проулкам. Водка и пиво закончились, но он затарился еще в круглосуточном ларьке. Наконец-то шибануло как надо. Тоска почти растворилась в обильном алкоголе. Но случилась новая напасть. Бенц, сука, кончился. Тачка уныло дернулась и заглохла. И, как назло, возле пустыря. Ни одной точила вокруг, чтоб слить с пяток литров топлива. Ну и пох! Его шатало, когда выбирался из машины. В ярости захлопнув в дверь, Вова оглядел авто. Все двоилось и троилось в глазах. Но даже несмотря на эту мутату, Вован заметил какой-то пакет на заднем сидении. Достав его, заглянул внутрь. Бля, залупа, коска. Пизда пельменем на. За несколько часов они, конечно, растаяли, превратившись в серое месиво. Зато нашелся бонус. Коробка вина, которую брал Зинаиди. Заебок,ули. Не твердой походкой он двигался через пустырь, напивая поднос, прикладываясь к винищу и периодически закидывая в рот сырые липкие пельмени. Он едал еще и не такое дерьмо. Автопилот безошибочно вел к дому, но в мыслях Вован снова был там, на войне. Штурмовал горящие здания, десантировался с рампы транспортника в кишащие чехами ущелье. Ездил с товарищами на трясучей броне и ходил в разведрейды. Он сам не заметил, как вышел к полыхающему костру из покрышек старой мебели пустых ящиков. Компания подростков что-то шумно обсуждающее резко притихла. Но, видимо, оценив свое численное преимущество, продолжило веселье. Вован сплюнул, уже было собравшись пройти мимо, но в этот момент услышал отчаянное повизгивание. «Че за хуйня?» «Ну давай, бля, кислый, или ты не пацан?» Спрашивал Долговязый о болту с кепки. «Кидай мешок в огонь, ты же сказал, сделаешь это, ну, засал». «Не буду». Парнишка помельче ростом опустил голову. В его руке трепыхался матерчатый мешок. «Сыгло ебаное, дай сюда!» Долговязый отобрал мешок и шагнул к костру, вытянул руку. Виск стал еще отчаянней. Но стаю малолетних живодеров это только разодорило. Все ржали, свистели, орали. «Ништяк, Кастет!» «Зажарик, бля!» «Бросай, бросай!» Неожиданно шум стих. Кастет медленно обернулся. Из темноты к ним приближался здоровенный мужик в кожанке, из-под которой виднели синие полоски тельняшки. Глаза незнакомца были страшные, безумные, но долговязый тут же справился с собой. Подумаешь, какой-то бухой старпер. Их ведь много, а он один. Нельзя ронять авторитет в глазах пациков. Поэтому он нервно хохотнул и сказал. «Слый дядя, уебывай-ка ты нахуй!» Струйка слюны выстрелила сквозь зубы. «Пока цел!» Десантура взревел. Ярость, копившаяся много дней внутри, взорвалась исполинским вулканом. Багровый туман застилал глаза, как тогда, много лет назад, когда они шли в атаку под огнем чеченских боевиков. Тогда целой роты осталось только пятеро бойцов. Но чехи в ужасе бежали, когда на позицию вырвались режущие все и вся десантники. Сперва малолетки не поняли, с кем связались, бросили все разом. Но бравые крики тут же сменились воплями боли. Из людского клубка один за другим вылетали тела. Кто с разбитым в кровь носом, кто с выбитыми зубами или переломанными конечностями. «Бежи, пацаны, это псик!» Все бросились в рассыпную. Кастет понял, что остался один против разъяренного зверя, который неотвратимо наступал. Поэтому он выхватил финку. Десантник сделал неуловимо быстрое движение. Клинок выпал. Долговязый, дико орал, глядя на вывернутые во все стороны пальцы. Потом его подхватило, подняло воздух и... Костер брызнул в стороны горящими искрами и обломками, когда Вован швырнул туда отморозка. Тот сразу подскочил, и оглашая округу подвываниями, и оставляя дымящий след, как метеорит умчался в ночь. «Шагальё, сука!» Вован потер окровавленные кулаки, затем, присев, потрогал брошенный возле костра мешок. Жалобный скулёж раздался в ответ. Он осторожно развязал тесёмки. Два маленьких щенка испуганно уставились ему прямо в глаза. Суровый десантник, на счету которого ни одна сотня уничтоженных врагов конституционного порядка, вдруг почувствовал, как до боли сдавилось сердце. Подхватив два дрожащих комочка, принялся гладить и успокаивать в огромных ладонях. Потом он отыскал брошенный пакет с пельменями. Щенки так жадно набросились на еду, словно их не кормили много дней. Вован с умилением глядел на них, ощущая, как отпускают, наконец, сжимавшие тиски. И в душе разливается давно забытое тепло. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше безумное путешествие, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах!